Привет, друзья! Вот еду я с работы, заехала в магазинчик в Алде опять. Вот хочу вам показать, знаете, немножко другая дорога. Она такая очень даже симпатичная. Я по ней езжу частенько в этот магазин. И она такая немножко как с холма вид. И такая, знаете, живописная. Дорога очень даже мне нравится. Тут вот немножечко пробочка. Ничего, сейчас мы поедем. Закрою окно, чтобы не было шумно. Знаете, обычно включала вам музыку не громко совсем в своей машине. Представляете, что получилось? Оказывается, что это все нельзя. Нарушаются авторские права той музыки, которая звучит. И мне, в общем, уже несколько раз было так, что они начинают они начинают писать, что авторские права. И, в общем, либо блокируют полностью мой этот мое видео, либо они рекламу всю переводят на ту компанию, которая вот музыка. поэтому я, знаете, решила... Нет уж. Нет уж, извините. Не буду я вам музыку включать. Вот я еду с работы, друзья. У нас немножко погодка стала получше. Я имею в виду, что жара была невыносимая. Вы знаете, каждый день тарахтело Би-Би-Си, что вот... Так, закрываю второе окно, потому что шумно. Каждый день тарахтело Би-Би-Си, что очень жарко, что побили все рекорды, температура побила все рекорды, существующие много лет. В Англии, то есть 35 градусов вот у нас было. Вот. И, вы знаете, жара ужасная. Работать, конечно, очень трудно в такую жару, конечно. Даже, вы знаете, и на пляж вот я не могла идти по такой жаре. Просто дожидалась шести часов. В шесть часов все равно еще жара. Но как-то немножко спадала. И вот вечером ходили и купались. Вода теплая, замечательная. Ну, что еще могу, друзья, рассказать? У меня есть для вас две новости. Не очень хорошая и совсем плохая. Знаете, вот с какой начинать. Ну, я думаю, что для вас-то, конечно, они обе одинаковые. Это я о себе говорю. Я никогда не сталкивалась. Вы знаете, ну, вы же, наверное, знаете мою историю. Те, кто смотрит мой канал, мои подписчики постоянные. Ну, и новые тогда я немножко скажу. Я, значит, вот первый раз за восемь лет устроилась на работу. И, в общем, меня, конечно, там обвели вокруг пальца, обманули, потому что, когда я устраивалась, мне сказали, что будете на ресепшене работать. Ну, а что на ресепшене не работать, значит, заполнять там приезжающие гости, вот вы заполняете там анкетки, ничего такого страшного там нет на ресепшене. ключи раздавать. И вдруг оказалось, что, значит, они меня взяли, а я до этого была на бенефитах. Это как у нас пособие по безработице, вот у них это называется бенефит. Вот. И когда я устроилась на работу, я тут же, ой, какая свадьба, видели, шикарная, красивая машина. Я тут же, значит, сообщила, нужно сообщать, потому что, иначе оштрафуют моментально, сообщила о том, что поменялись мои циркомстанции. Значит, они мне, естественно, сразу все прекратили, там эти все выплаты, все остальное. Ну и не только это, а еще, значит, и послали всем предупреждение, мне сняли, у меня было еще почти вот этот такс, консул такс, который платят за жилье, там тоже мне все сняли. В общем, великолепно, конечно. Вот. Ну и что? И когда я, в общем, все эти, с меня все сняли, в Джобсикерс мне прекратили бенефит, и я стала работать, три дня поработала, и меня отправили убирать номера. То есть в качестве горничной. А это ужасно. Вот. То есть обмануть обманули, а теперь вот я говорю, я хочу уходить, потому что у меня начались проблемы, во-первых, с сердцем, а во-вторых, два дня назад у меня заболела нога по страшной силе. Вот знаете, называется Ахиллесово сухожилие, кто знает, сзади. Обычно, говорят, от перетренировок у спортсменов бывает такое. Вот. Ну, не знаю, там я почитала в интернете об этом. Во-первых, на ногу наступить очень-очень трудно и больно. Невозможно. Просто хожу хромая. От чего такое? Ну, вот, наверное, по лестницам набегалась, перенапряглась, друзья. Я, что вы думаете? Я пошла, а, прочитала в интернете, значит, написано, что там будьте аккуратны, потому что, если у вас это не первый раз, а у меня действительно не первый раз вот эта ножка болит, сухожилие. Если не первый раз, то, может быть, это у вас какое-то воспаление, и можно даже связки порвать. Нужно аккуратно, нужно дать отдых ноге. Я это почитала, думаю, ничего себе, а я же каждый день работаю. Думаю, пойду-ка я к врачу. Я записалась в GP к своему. Ну, это терапевты тут, опять же, так называются. Вот, пришла. Всю эту историю я рассказала, что вот у меня сухожилие. Она попробовала, там, посмотрела и говорит, да, да, все понятно. Попейте пейнкиллер, то есть, чтобы убить боль. Таблетки какие-то мне сильные. Сначала сказала ибупрофен. Я чуть под стол не упала. Ибупрофен. Ну, можете себе представить? Ой, друзья, но это немыслимо. Сколько, наверное, вы уже слушали про эту медицину английскую, но про нее вот говорить не переговорить, потому что, ну, это что-то. Вот, назначить ибупрофен. Я говорю, ой, нет, вы знаете, я уж лучше какие-то мази, не знаю, может, вольторель, может, еще какую-то мазь, чтобы снять-то эту боль. Зачем же я буду пить таблетки? И к тому же, а, она говорит, ну, я тогда вам посильнее. Если вы ибупрофен не хотите, я вам посильнее назначу. Ну, вот они, значит, антибиотики, убивающая боль, но они также убивают все бактерии, полезные, значит, вот в кишечнике, в желудке, поэтому вот еще вам вот эти таблетки, чтобы вы их вместе пили. очень кошмар. Ну, я говорю, знаете, ладно, давайте, у них отказываться нельзя, потому что в другим разом они тебе записывают, что ты такая, не слушаешь врачей, значит, вот не пьешь таблетки, поэтому я говорю, ладно, давайте, тем более таблетки-то бесплатно, друзья, после 60 лет, это же вообще красота, и все равно они даром не нужны. В общем, взяла я эти таблетки и говорю, так, а как же мне с работой быть? Я же работаю, а ноге нужен отдых, может быть, больничный какой-то, а она мне говорит, да без проблем, я вот вам сейчас напечатаю, вы отнесете ее своему, значит, работодателю, и потом он, работодатель заполнит, или вы заполните вместе, и принесете нам обратно, и вот это, значит, такая история. Думаю, боже, какая красота. Я говорю, а на сколько? Она говорит, ну, на 7 дней, а потом должны вы к врачу идти. Я думаю, боже мой, какая красота, прямо дали сразу больничный, то мне прям даже сердцем, с давлением не давали, а тут дали больничный. Я обрадовалась, она мне распечатала это какое-то письмо, написано на предъявителя, и, значит, ни имени моего, ничего, на предъявителя от такого-то сикого-то. Вот. Я пришла домой, естественно, там письмо написано по-английски, я немножко туповатая, английский плохо знаю, думаю, нет, надо же перевести, что же там написано. Что вы думаете? Стало я переводить, и там написано, что, значит, это письмо говорит о том, что предъявитель этого письма сам отвечает за то, что вот он болен или не болен, и он должен предоставить все дополнительные какие-то сведения своему эмплоюру, своему работодателю, что вот он болен, и до 7 дней никаких больничных оплачиваемых мы, к сожалению, дать не можем, потому что наша медицина направлена на другое. В общем, там такое письмо, наверное, его составлял юрист, друзья, потому что написано очень как-то вот витиевато, но смысл остается смыслом, что вот это письмо она мне распечатала, что они не дают больничный на 7 дней. Значит, вы можете поговорить вот со своим работодателем, либо вас, за ваш счет, значит, вот разрешают вам дома сидеть, либо если вы не нравитесь, то вас увольняют. То есть вот вы представляете, что творится? Я, друзья, настолько была поражена этой историей, это же получается полное бесправие, вы представляете, что? Ну, бесправие натуральное, потому что вот так. Я не могу взять больничный на 7 дней, только после 7 дней. Я же говорю, вот если вы к ним приходите, окровавленная, вся больная, вот тогда, значит, может быть, что-то бывает. Ну, то есть, вот, друзья, получается, что абсолютно бесправные все здесь. Ничего, никому вы не можете, знаете, идти, пытаться попросить, доказать, что-то куда-то, я не знаю, заявить на то, что вот ваши права ущемляются. Это ужас, ничего. Самое, притом уже еще интересное, что я вот работаю, со мной даже контракт не заключили, работаю частично, парт-тайм. Значит, по 7 часов в понедельник и в пятницу очень трудно, когда все выезжают в гости, и потом по 2 часа ты приходишь, сервис делаешь. То есть, вот 2 часа всего-то навсего. Я должна 8 миль ехать, я на бензин только трачу больше, и мне так невыгодно. Все, вот сегодня суббота, вот я в субботу еще, видите, еду с работы. Ну, то есть, использовать людей как хотят. Вот за эти копейки 7, 7,80 у меня в час тариф. Но это еще более-менее, вы знаете, бывает вообще 7,50, там, я не знаю. Ой, короче, научились они дурить людей, использовать по полной. из-за того, что нет контракта, не оплачивают больничный, из-за того, что нет контракта, вам не оплачивают отпуск, и ничего вообще. Вот дают в конвертике денежки, как я вам уже сказала. И я вам покажу, как это происходит. Каждую неделю они платят в конверте деньги, кэш, ну, то есть наличные. Вот, такие, друзья, дела. Что еще вам рассказать? Да, вот хочу вам еще рассказать, вы знаете, об Англии. Очень интересно, ой, жалко, что мне, тихо я тут еду, я люблю здесь разгоняться, здесь 50, скорость, климит 50, дорога такая шикарная, но, видите, машин полно, суббота, не получается разгоняться, я люблю разгоняться. Вот, значит, расскажу вам про наш остров Айлобайт немножко, а знаете, почему расскажу? Потому что сама была поражена, вот живу в городе Райт, наверное, тоже вы слышали, я говорила много раз, город Райт на острове Айлобайт, и оказалось, мне недавно сказал мой друг, знакомый, говорит, а ты знаешь, что про ваш город Райт, то битлы поют песни, я говорю, боже, откуда я знаю, я не знаю, а вот эта, говорит, песня, я вам хотела ее включить, ее можно элементарно найти, она называется, она называется, Тикет Ту Райт, Айбона, Тикет Ту Райт, Тикет Ту Райт, наверное, знаете, это я вам напеваю сама, чтоб меня опять прав не лишили авторских, на моем видео, если я включаю, в общем, песня, Тикет Ту Райт, в 65-го года, Битлов, она очень популярная, даже звучала в каком-то фильме, по-моему, и вы знаете, я ее прослушала, я ее знаю, и даже она у меня сразу всплыла в памяти, потому что Битлов я обожаю, я их слушаю частенько, и представляете, оказалось, вот смотрите, как Райт написано, вот с левой стороны, видите, Райт, вот, это вот наш город, так пишется, а вот говорят, что тут как бы такой небольшой каламбурчик получился, или такой, как бы юбор, что Райт, если пишется не Y, а пишется И, с точкой Райт, оно читается одинаково, Райт, и то, и то, но Райт с точкой И, после R, это получается путешествие, перевод, и значит, вот, She gonna ticket to the right, говорят, либо она купила, билет на поездку, Райт, либо вот, можно это переводить, как Райт, наш город, Райт, пишется по-разному, и вот, кто как переводит, кому как нравится, но вот местные говорят, что это именно про наш город, Райт, песня, потому что здесь, у Джона Леннона, жила тетя, недалеко, и в общем, понимаете, как интересно, друзья, я почему это вам говорю, потому что, я сама даже такого не подозревала, я не знала, а оказывается, вот даже про наш город Райт, есть песня, что еще могу сказать про наш город Райт, вы знаете, самое еще интересное, то, что, это самый большой остров, после Великобритании, в Англии, это самый большой остров, наш Айлоу-Байт, при том, он находится в таком великолепном месте, на юге, вот, Айлоу-Мэн, может быть, вы слышали, он намного меньше, но вот про него все знают, а про наш остров, Айлоу-Байт, мало кто знает, и я даже не знала, и многие спрашивают, а где это, а что это, про Ливи-Ламаш, знаете почему, потому что остров, в общем-то, скрывается, и не хотят его англичане, особенно афишировать, потому что этот остров, для них холодный place, конкретно для англичан, для самих, вот то, что я вам рассказываю, что у нас здесь никаких пришлых и приезжих нет, у нас здесь нет афроамериканцев, у нас здесь нет китайцев, у нас здесь нет индусов, если есть, то очень-очень мало, вы знаете, вот, это как-то интересно, это как-то интересно, и они этот остров берегут для себя, стараются его, я же говорю, нигде никак не показывать, ну вот, друзья, я приехала, я вам каратенчик рассказала, всю прелесть, и я думаю, что мы с вами еще видео снимем, а сейчас тут кочки трясется, не думаю, что видео будет нормальным, поэтому пока-пока, до встречи, всем привет!